Вы подготовьте свою гормональную систему, выскажите этот звук гормональной системы, пусть себе где-то. И вы таким звенящей походкой подходите к своему мужчине, а вокруг вас облако. Обязательно прикоснитесь, прикоснитесь, потому что тактильные ощущения, они изумительные. Такие губы, я так обожаю с ним целоваться, я сразу говорю, все, самое главное, поцелуй. А дальше вы садитесь, спиной к нему прижимаетесь, и он говорит, ну что, дорогая, ну какая может быть книга, ну какое может быть кино? Нам всегда есть с тобой чем заняться и обнимать. Ну, первый совет очень простой, он звучит и может вам показаться банальным, надо быть женственной. То есть прежде чем вы подходите к своему мужчине, вы же подготовьтесь, вы подготовьтесь к гормональную систему, выскажите этот звук гормональной системы, пусть себе где-то, это звук имнимое, вы вот его произнесите, вот этот писк, который мужчины просто обожают. И вы таким звенящей походкой подходите к своему мужчине, а вокруг вас облако. И, конечно, мужчина очень хочет услышать ваши комплименты. Вы тут же говорите, ой, какой ты сегодня замечательный, а как ты это для меня сделал? Ой, это только ты мог так приятно для меня сделать. Видите, чувствуете, я говорю для меня, я же не говорю он сделал, это для кого-то. Поэтому у нас сразу устанавливается контакт. Это второй совет, второй совет, надо установить контакт. Третий совет, обязательно прикоснитесь. Прикоснитесь, потому что тактильные ощущения, они изумительные. Ну, хотите свой интимный опыт? То есть мужа-то у меня... Ой, сейчас у меня третий муж. Первый муж, я с ним не любила целоваться, потому что он не чистил зубы. Хотя у него всегда, всегда, всегда все зубы были здоровы. Вот так получилось, у него до сих пор все зубы здоровы. У него были очень большие губы, мне неприятно было с ним целоваться. Ну и ладно. Поэтому я когда к нему подходила, я больше, тут объятий было больше, гораздо поцелуй как-то не так. А у второго моего мужа были очень тонкие губы. Он очень старался, он так чистил свой рот, он всегда чистил свой язык. Он настолько все вычищал, видимо, как всегда, вот так вот метроном качается. Но все равно губы-то были очень тонкие. И, наконец, у третьего мужа такие губы. Я так обожаю с ним целоваться, я сразу говорю. Все, самое главное, поцелуй. Поэтому к своему мужчине подойдите туда, что вам нравится с ним делать. Вот мне нравится с ним целоваться. Поэтому я к своему мужу подойду с поцелуем. Это следующее. И еще очень четко, вот очень четко, что я знаю, что мужчины не очень обращают внимание на макияж, на все искусственное. Они все-таки больше любят естественную женщину. И поэтому, подходя к своему любимому мужу, он же все равно вас когда-нибудь увидит без макияжа. Когда-нибудь увидит вас без пушаков и всяких там женских принадлежностей. Постарайтесь хоть какую-то часть себя сделать естественной. И потом он вас любит в каком-то ракурсе. Он вас может любить со спины, вашу спину, или любить ваш внешний вид глазами спереди, или сбоку, с одного или с другого. С точки зрения времени это все очень объяснимо. То есть он может любить пространство, в котором с вами живет. Это значит, что он когда в пространстве, он сам что-то выстраивает, куда-то раскладывает. А вы только замечаете, что он принес в ваше пространство или в наше общее пространство. Если он нас любит слева, Бог, и смотреть, это общая траектория. Это надо смотреть. Любит ли он с нами совершать какие-то прогулки, какие-то путешествия, часто ли мы его туда приглашаем. Если он нас любит справа, Бог, и то он очень любит с нами поговорить. Тогда, конечно, сначала нужно начать какой-нибудь интересный разговор на его интересующую тему. А если он нас любит со спины, это во времени. И тогда нам можно молча и молча подойти к нему, прижаться и сказать, любимая, может нам посмотреть какой-то фильм, любимая, может нам вместе почитать какую-то книгу. То есть мы ведем себя как очень умные. И говорим, а может мы с тобой что-то правильно почитаем или посчитаем. И все. А дальше вы садитесь, спиной к нему прижимаетесь. И он говорит, ну что, дорогая, ну какая может быть книга, ну какое может быть кино. Нам всегда есть с тобой чем заняться и обнимать, так ему удобнее. То есть, конечно, нельзя отрицать, что у каждого мужчины есть некая индивидуальность. Но когда мы находимся со своим мужем, и мы его очень хорошо знаем, то, конечно, нам важно, когда и как он ложится в кровать, когда и как он встает. Вот. И тогда, и вот тут вот бывают такие расхождения. Допустим, вот я жаворонок, а он сова. То есть что я знаю? Что я ложусь всегда очень рано и встаю рано. А он ложится поздно, и чтобы не было, он ложится поздно. И всегда подойдет на ночь, поцелует, и все, и уходит. А далее дальше, да. А утром уже вы сами думаете, как себя вести. Вы уже проснулись будить его, не будить для интима, или будить его, не будить просто для того же, для прогулки. Это все зависит, какого бог он вас больше любит. Но я по утрам его тоже бужу. Говорю, да, мне все равно, кто ты. Если мне хочется погулять, то пойдем гулять. Еще очень хорошо иметь общий напиток. Причем этот напиток может быть что угодно. Это может быть совместный кофе, это может быть совместный чай, это может быть совместный цикорий, это может быть совместная какая-то ягода, морс какой-то. Но он должен нравиться двоим. И надо проверить, чтобы этот напиток очень нравился вашему мужу. И когда вы смотрите, что у него не такое настроение, он на вас вообще не настроен, он отвлечен своим делом, увлечен, а очень хочется сейчас совместного действия. Предложите ему выпить этот напиток. Правда, помогает. Субтитры создавал DimaTorzok